Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в выпуске предлагаю вам взглянуть на самый быстрый процессор в однопоточном тесте, которым стал далеко не Zen 3. Посмотреть на 4 видеокарты, которые Nvidia представит в январе и оценить ответку на технологию AMD Smart Access Memory. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с тестов процессора Apple M1 в Kickbench 5, где он обошел абсолютно все настольные процессоры. В одноядерном тесте процессор набрал 1687 баллов, а в многоядерном 7433. И эти числа действительно впечатляют, ведь в одноядерном тесте Apple M1 поставил рекорд и его показатель выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X и Core i9 10900K. А это между прочим флагманские десктопные процессоры с огромным энергопотреблением. Если сопоставить новый MacBook Air с другими компьютерами Apple, то в однопоточном тесте он убедительно превосходит всех предшественников, в том числе Mac Pro и MacBook Pro 16 с процессорами Intel Core i9. Но вот в мультиядерном тесте Apple M1 не первый, хотя он спокойно обгоняет довольно свежие модели. Фактически новый процессор Apple вплотную приблизился к самому свежему Mac Pro с Intel Xeon W3223. Но есть и свои но в такой производительности. Архитектура ARM никак не может заменить рабочие станции из-за отсутствия возможности работы с дискретной графикой. Ну и на свежие тесты процессоров Apple в Geekbench моментально отреагировали абсолютно все. Один из энтузиастов накинул на Ryzen 9 5950X водянку и сделал автоматический разгон средствами материнской платы. В таких условиях флагман AMD обошел на 6 % новинку Apple. Но конечно по потреблению разница колоссальная. Если быть точным, то это 105 Ватт у Ryzen 9 и всего 10 Ватт у Apple M1. И такие результаты однозначно ударили по Intel, которая в течение следующих двух лет полностью потеряет покупателя в лице купертиновцев. Согласно свежим слухам, из-за этого Intel планирует передать производство своих процессоров TSMC, чтобы навертать свое отставание в освоении современных техпроцессов. Так что выпуск чипсета M1 как раз может послужить в качестве главного стимула для Intel, чтобы начать сотрудничество с TSMC. Очевидно, что Apple отказалась от продукции синих, потому что она не удовлетворяет высоким требованиям компании. А как ни крути, Apple приносила Intel не менее 5 % выручки. Так что удар получится вполне ощутимый. Более того, выход M1 может вдохновить производителей ARM процессоров, таких как Qualcomm, на дальнейшее развитие кристаллов для компьютеров. Qualcomm уже производит процессоры для ноутбуков, но в данный момент ARM процессоры в Windows ноутбуках большая редкость. Но после запуска новых продуктов Apple, еще больше производителей ПК может проявить свою заинтересованность в этой сфере. Так что выход таких процессоров пойдет нам с вами только на пользу и заставит производителей еще усерднее развиваться. Ну а тем временем издание видеокартс через собственные источники раздобыло свежую порцию информации о планах Nvidia в сегменте игровых видеокарт. Чуть раньше они подтвердили, что в январе выйдет модель RTX 3080 Ti, которая станет ответом зеленых на RX 6900 XT. Однако на этом команда Хуанга не остановится и в первом месяце 2021 года состоится дебют еще трех видеоадаптеров ампер, таких как RTX 3060, 3050 Ti и 3050. По имеющимся данным RTX 3060 будет использовать графический процессор GA106 и получит 6 и 12 гигабайт видеопамяти GDDR6 в зависимости от модели. RTX 3050 Ti будет довольствоваться урезанным вариантом кристалла GA106 и оснащена 6 гигабайтами GDDR6. А для видеокарты RTX 3050 зеленые готовят отдельный графический процессор с маркировкой GA107300. В его арсенале значится 128-разрядный интерфейс памяти, через который GPU сообщается с 4 гигабайтами GDDR6. Но стоит отметить, что характеристики RTX 3060 и RTX 3050 могут измениться, так как Nvidia регулярно корректирует спецификацию готовящихся устройств, отвечая на действия конкурента. А в то же время AMD решила не затягивать с выпуском графических решений Navi22. Официальный дебют серии Radeon RX 6700 на базе нового GPU тоже состоится в январе. Так что середина зимы обещает быть очень жаркой. Но есть одно но. У Nvidia до сих пор нет ответа на технологию, которая позволяет получить прирост от прямого обращения процессора с памятью видеокарты. Как оказалось, Nvidia уже работает над собственным аналогом этой технологии и наделит поддержкой новой технологии карты RTX 3000 в одном из будущих обновлений драйверов. Об этом на днях рассказал представитель чипмейкера. Он упомянул, что возможность изменять размер бар является частью спецификации PCI-Express. И аппаратное обеспечение Nvidia поддерживает эту функцию и она станет доступна на графических процессорах Ampere в будущих обновлениях ПО. Они уже работают над ней внутри компании и видят схожие результаты производительности. А вот познакомиться с новыми видеокартами RX 6000 можно будет в два этапа. В ближайший понедельник 16 ноября обладателям образцов для тестирования будет разрешено опубликовать фото и видео с процессом распаковки новинок. А уже 18 ноября должны быть опубликованы первые официальные обзоры. В этот же день видеокарты поступят в продажу, однако только в эталонном варианте. Который, кстати, уже показали многие фирмы и теперь к ним присоединились Asus и MSI. В отличие от тех же компаний BioStar и Gigabyte, которые использовали в своих эталонных вариантах брендированные наклейки, Asus и MSI не стали вносить никаких изменений во внешний вид систем охлаждения видеокарт. А технические характеристики новинок также остались неизменными по сравнению с пожеланиями AMD. А вот нереференсными картами поделились уже многие партнеры, но далеко не все. На днях в сети появились фото видеокарт от Asrock и Gigabyte. В видеокартах Asrock Tai Chi средний вентилятор будет установлен с RGB-подсветкой. А среди ключевых особенностей новинки можно выделить наличие двух микросхем BIOS, сразу трёх восьмиконтактных разъёмов дополнительного питания и USB Type-C на задней панели. А модель Gigabyte в целом унаследовала дизайн от схожей модели RTX 3070. Между тем в сети появляются всё новые сообщения о впечатляющем оверклогерском потенциале графических решений Navi 21. Например, модели RX 6800 XT приписывают возможность разгона до 2,55 ГГц по ядру. А видеокарта RX 6800 согласно скриншоту GPU-Z сможет покорить 2,27 ГГц. Но как бы там ни было, делать выводы о частотном потенциале графического ядра AMD можно будет только после выхода обзоров видеокарт на его основе. Тем временем компания MSI объявила о том, что владельцы её игровых мониторов формата Quad HD смогут воспользоваться специальным режимом при подключении игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Как уже известно, консоль не поддерживает режим 1440p, поэтому выводить картинку придется либо с повышенным масштабом с 1080p, либо ужатую из 4К. И именно для этого MSI сделает специальную функцию консоль мод, которая позволит комфортно играть в Quad HD. А вот компания Fractal Design сообщила о расширении линейки корпусов двумя новыми продуктами Meshify 2 и Meshify 2 XL. Оба корпуса получили весьма интересный дизайн, а второй позволит устанавливать более большие комплектующие. Также на днях пополнился модельный ряд мини-компьютеров бренда Asrock. Новинками стали два устройства на базе платформы Ryzen Embedded V2000. Обе новинки выполнены в алюминиевом корпусе, который выполняет функции радиатора. Новинки выступают под названием Asrock iBox V2000, а о сроках выхода пока ничего не известно. А вот интернет-компания Amazon объявила о переносе части вычислительных операций, обеспечивающих функционирование голосового помощника Alexa, на кристаллы собственной разработки, отказавшись таким образом от микросхем компании Nvidia. Как ожидается, это сделает работу сервиса Alexa быстрее, снизив при этом расходы Amazon. И под конец хочется рассказать вам про результаты переговоров AMD и ее партнеров. Ранее в сети появилась информация, что партнеры AMD пробуют договориться с чипмейкером относительно выпуска собственных модификаций RX 6900 XT. И судя по всему им это удалось. Компания Asrock сегодня зарегистрировала в онлайн-базе Евразийской экономической комиссии сразу несколько модификаций флагманского 3D-ускорителя Navi 21. Согласно утечке, тайванцы предложат видеокарты RX 6900 XT в исполнении Tai Chi, Phantom Gaming и OC Formula. А последняя модель станет флагманским решением вендора и будет рассчитана на любителей оверклокинга. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.